салам астану хуми тот андастар здравствуйте уважаемые соотечественники сегодня я хотел бы посвятить эфир новой информации которая нами была получена ночью вчера время итальянский суд принял решение о назначении ряда тюремных сроков ответственным чиновникам высшим полицейским силам в частности сейчас глава полиции города палермо в свое время он был одним из крупных полицейских чиновников которые участвовал захвате моей семьи и собственно падение на меня время и и большому количеству высокопоставленных чиновников италии предъявлено обвинение участие похищения именно в похищении такое издание как ну раза тык я их называю так они говорят о незаконной депортации ничего подобного это именно суд квалифицировал как похищение и когда прокурор запросил два года три года тюремного срока для участников этого похищения мы предполагали что ну суд наверное приблизительно такие сроки даст участникам этого преступного похищения моей семьи жены и шестилетней дочери в казахстан но получилось что суд принял даже более жесткое решение ну во первых глава полиции палермо был осужден на пять лет и ряд полицейских тоже на пять лет кому-то далее около четырех лет интересно что прокуратура просила не наказывать судью которая выносила решение о так называемые депортации это было решение принято мгновенно судья не вникала в это дело ну понятно что не вникала сознательно это не просто так здесь был заговор работник комитет национальной безопасности с представителями полиции рима иммиграционными службами понятно что заговор был на самом высоком уровне известно что бывший премьер-министр италии сильвио беру скони дружил с мусульман назарбаев имел какие-то интересы в нефтяном секторе казахстана вице-премьер-министр внутренних дел альфана он был как раз тем человеком ведомстве которого все эти события произошли и как известно в 2013 году был мощнейший скандал парламенте италии президент италии вообще заявил что позор для италии вот этот факт похищения моей семьи и депутаты требовали отставки альфана вице-премьера и фактически это приводило к развалу правительства и правительству пришлось бы уйти полном составе в отставку и это привело бы к новым выборе выбором правительства и парламента италии вы понимаете масштаб того что произошел в тот тот период меня конечно тогда поразило имена итальянское общество когда дети которые учились моей дочери младших шестилетней они вместе с родителями вышли на улицы около школы требовали возврата обратно требовали справедливости многие итальянцы грозили сжечь свои паспорта если моя семья не будет возвращена в италию вы поставьте можете такое представить чтобы граждан нашей страны грозились президенту премьер-министру что они сожгут свои паспорта откажутся от гражданства потому что наше правительство нарушила права человека иностранцев вы можете такое представить вот собственно тогда мне конечно это общество сильно поразило это привело к тому что евросоюз начал мощнейшее давление на казахстана частности на дур султана назарбаева и момент похищения когда похитили мою жену и шестилетнюю дочь именно в аэропорту комитет национальной безопасности начал вменять моей жене что якобы она участвовала в подделке паспортов при этом это был тринадцатый год четыре года алма не жила казахстане и конечно это было такое безумное дело придуманная сфабриковано властями но что им стоит они могут что угодно сделать что угодно придумать вот но и тогда предполагалось что мою младшую дочь заберут детский дом алму посадит тюрьму а родители алмы которые тогда еще находились казахстане признает что они таком возрасте и больные так далее не в состоянии будут помогать свои внучки когда их дочь сидит тюрьме вот собственно вот такой замысел был у нас ултана назарбаева представляет за 6-летнюю дочь при живых родителях отдать в детский дом чтобы нанести мне удар чтобы шантажировать чтобы запугивать чтобы принудить чтобы я прекратил свою политическую деятельность это было в конце мая 2013 года вот собственно по итогам этого длительного периода уже семь лет произошло в италии больше года шло судебное заседание вот вчера было принято решение при этом один из полицейских очень известный в стране он считается борцом сицилийской мафии и получилось что этот полицейский который был знаменит тем чтобы борол сицилийской мафии не устоял перед казахской мафии в лице на султана назарбаева он получается что услужил казахской мафии борясь с итальянской и вот этот человек получил пять лет тюрьмы и на пожизненное лишение возможности работать на государственной службе поэтому я хотел бы пау поблагодарить итальянской правосудии и в качестве примера сказать что представьте себе что это семь лет борьбы семь лет борьбы чтобы добиться вот такого решения суда конечно на не окончательное и пока от возмездия ушли дипломаты частности бывший посол в италии или мест он недавно был послом мексики я сейчас не знаю где он в августе говорят он покинул эту должность но я хочу сказать что все те кто участвовали в этом преступлении безусловно будут наказаны возмездие будет неизбежно я много лет борюсь с этим режимом никогда не просил помощи и поддержки ни от кого сам организовывал борьбу сам действовал попадал в тюрьмы переживал покушение пытки и все прочее но я на этом примере показываю что даже один человек имея всего лишь небольшую команду за рубежом может очень многое сделать когда меня преследовали три государства россия украина казахстан и все конечно действовали по сговору по просьбе на султана назарбаева мне это далось очень тяжело они меня разорили отобрали бизнес посадили моих друзей тюрьму моих сотрудников преследовали присты и многих тоже посадили в тюрьму преследовали мою семью моих родственников огромное количество друзей вы знаете попали под удары режима это все происходило в условиях тяжелейшей борьбы именно узкой группы людей но даже за рубежом когда против тебя противостоит государство имеющие за собой ресурсы целой страны нет газ уран золото и так далее можно бороться можно противостоять можно добиваться справедливости и вот вчерашние решение в италии подтверждает что мы многое можем сделать если будем последовательными организованными если будем сопротивляться будем бороться сейчас во франции против меня казахские власти аналогично также действовали как в тринадцатом году против моей семьи когда они вступили в сговор с высокопоставленными чиновниками и сумели похитить мою семью они также вступили в сговор когда я три с половиной года просидел в тюрьме в ожидании решения по экстрадиции но в итоге высший суд франции постановил освободить меня это была длительная борьба тяжелейшие и наверное об этом нужно можно много долго рассказывать но суть сейчас даже не в этом суть в том что казахские чиновники совершили тоже такой же путь здесь во франции и мои адвокаты однозначно говорят что все действия нынешних служб разных следственных прокуратур и так далее противоречит закону международным соглашением и вообще все действия незаконны и конечно моя 2 адвокаты настроены решительно они будут бороться и я уверен что все те кто участвовал сговоре с казахскими властями будут найдены наказаны безусловно будет наказаны потому что до того как было принято решение о предоставлении мне политического убежища именно 29 сентября этого года обращение казахской прокуратуры французские службы вообще игнорировали и буквально в несколько дней начались стремительные действия в результате которых мне пришлось две ночи провести во французской тюрьме как бы мне не было тяжело я уверен что мы сумеем и здесь добиться успеха я об этом уверен уверены в этом адвокаты и правосудие в любом случае здесь во франции будет совершено она состоится и будет правильно как бы мне тяжело не было что я хочу сказать да режим обладает большими ресурсами при этом режим слабый гнилой все решения принимает узко узкая группа людей у которых руках большие ресурсы но даже тогда когда за спиной этих людей есть ресурсы государства они не могут справиться если мы мобилизуем даже те немногочисленные силы и правильно организовываем борьбу но вы знаете что сегодня было озвучено о принятии европейским сообществом решение о применении санкции против ряда российских чиновников федеральных служб безопасности ряда институтов которые применяли газ новичок против алексея навального и теперь наступила уже другая ситуация новая фаза в позиции евросоюза если раньше евросоюз применял в целом глобальные санкции относительно например россии за захват крыма за организацию военного вторжения на востоке украины но при этом против путина ближайших его чиновников серьезные санкции не применялись сейчас позиция поменялась раньше за военные преступления за агрессивные действия к россии применяли санкции сейчас уже евросоюз начал применять санкции в случае нарушения прав человека ну вы знаете что алексей навального и других политиков многократно сажали на какой-то короткий период тюрьму был убит известный российский политик борис немцов буквально напротив кремля но евросоюз никакие санкции не применял но сейчас все изменилось изменилось даже на примере белоруссии санкции были применены против около 40 различных чиновников окружения лукашенко ему дали возможность пойти навстречу гражданам белоруссии и уйти в отставку то есть как бы окно для диалога было открыто но сейчас репрессии усилились граждане белоруссии выходе десятками тысяч тем не менее на улицу и здесь евросоюз принял решение что теперь санкции будут применить против лукашенко но все это произошло только тогда когда гражданское общество белоруссии тысячами стала выходить на улицу бороться против режима и заявлять о своих правах говорит что выборы были незаконны и они требуют чтобы лукашенко ушел в отставку очевидно что сейчас также будет развиваться событий по россии сначала пошли санкции против ближайшего окружения путина и мы будем скоро свидетелями когда в итоге санкции отойдут и до самого путина поэтому уважаемые друзья мы должны проводить такую работу и мы будем проводить когда санкции сейчас нам нужно разворачивать против дуслутана назарбаева его ближайшего окружения который каждый день совершать преступление против своего народа я даже их не буду перечислять вы прекрасно знаете наши соседи кыргызы буквально за одну ночь поменяли ситуацию на площади народ назначил временно исполняющий обязанности премьер-министром садра жапарова затем парламент его утвердил президент женбеков заявил что он уйдет ближайшие несколько дней в отставку но затем вернул решение парламента кыргызстана о назначении садра жапарова премьером но повторное голосование подтвердило назначили теперь уже окончательно садра жапарова примером обратить внимание вчера человек был осужден на 11 лет три года провел в тюрьме и вот из тюрьмы он выходит становится примером и вчера женбеков заявил что он не уйдет в отставку что он дождется новых выборов в парламент президентских но на улицу вышли сторонники садра жапарова их было немало тысячи и сегодня женбек объявил что уходит в отставку самое смешное что женбеков пытался ну самортизировать передачу власти и провел председателем спикера своего человека но вот буквально сейчас пришло сообщение что председатель сената тоже ушел в отставку и теперь обязанности президента исполняет садра жапаров и он же исполняет обязанности примера как вы видите фактически человек который вчера сидел в тюрьме благодаря именно предыдущему руководству кыргызстана сегодня буквально за несколько дней сделал стремительные изменения у него в его жизни произошли стремительные изменения что называется с тюремной койки он возглавил страну стал президентом страны и премьер-министром это еще раз ответ тем кто задает вопрос мне говорит как же так вы пожизненно осуждены вам 20 лет тюрьмы тоже дано и вас преследует этот режим каким образом вы планируете добиться перемен и прийти к власти ответ простой так же как в аргызстане получить поддержку десятков и сотен тысяч людей мы озвучили программа демократического выбора казахстана показали какой путь будет нами избран у нас десятки тысяч наших поддерживающих людей я уверен что при поддержке наших сторонников мы добьемся тех же самых перемен которые сейчас происходят в кыргызстане тех перемен которые произойдут белоруссии мы видим что европейское сообщество америка активно поддерживают именно общество которое продемонстрировало свою волю и сказала в каком направлении она будет двигаться какое государство на будет строй именно тогда когда европейский союз увидел волю народа волю десятков тысяч последовало поддержка санкции финансовой помощи так далее так будет и у нас уважаемые друзья все эти события говорят о следующем что сейчас в мире происходит тектонические сдвиги авторитарные системы не имеет никакой перспективы они падают и будут падать но они никогда не упадут сами по себе до возмездие неизбежно и вы видите решение судов в италии это часть того событие которое произойдет в нашей стране я выигрываю суды высший суд франции выиграл я уверен что приду из следующие суды тоже я выиграю как бы мне не было тяжело как бы мне не угрожали какое бы давление оказывали это уже неизбежно и только в наших руках эти события приблизить только в наших руках мне говорят что вот уже сколько мы выходим на митинге а вот результатов нет уважаем друзья на митинге должны выходить как белорусы десятки тысяч как киргизы мы должны действовать решительно решительно и тогда ситуация в стране изменится короткие сроки но какой смысл десятки лет находиться в таком состоянии сидеть и переживать мучиться жить на низкие доходы и все время говорит себе когда же это изменится это никогда не изменится если мы каждый из нас не сделаем свой вклад правозащитники алматы частности бахчан тургожина получили разрешение на проведение митинга 31 октября и я приглашаю призываю всех алматинцев участвовать в этом митинге чтобы мы могли сказать свое нет этому режиму когда режим согласовал тему о том чтобы на этом митинге люди могли сказать свое мнение о конституционных реформах я скажу следующее а какие конституционные реформы могут быть в нашей стране как может один человек быть выше законов как он стоять незаконно может когда все граждане страны равны перед законом как один человек вместе со своей семьей может иметь привилегии его невозможно преследовать его имущество невозможно конфисковать если он нарушил закон вообще он стоит над законом поэтому вся эта норма говорит о том что человек стоит выше конституции выше законов страны это противоречит вообще принципу существования конституции когда все равны перед законом и наша реформа конституционная заключается в следующем шалки шалки вот она главная не сон конституционная реформа нет шала нет его окружения мы построим другую страну парламентскую страну поэтому уважаемые граждане я призываю вас прийти 31 октября на эти митинги на этот митинг в алматы и сказать нет этому режиму именно тогда когда мы добьемся отставки этого режима будет возмездие есть преступление и есть наказание есть возмездие и все это в наших руках мы этого можем добиться если сейчас я небольшой командой людей шаг за шагом добиваюсь в ряде европейских стран положительные решения по нашим вопросам представляете когда небольшая группа вору воюет с государством с гигантским многомиллиардными ресурсами и мы побеждаем вы же понимаете что у этой кучки воров на самом деле нет никакой поддержки у нашего народа и поэтому мы с ними легко справимся сейчас в тюрьмах страны сидят наши активисты асхаджих сибаев айрат клышев абай бегембетов и другие и масса людей активистов подвергается преследование со стороны режима если таких активистов будут тысячи десятки тысяч вы понимаете мы очень быстро добьемся смены режима а это возможно только тогда когда общество поддерживает этих активистов и ряды активистов каждый днем расширяется и расширяется и тогда силами это активистов мы произведем смену этого политического строя именно эти активисты и будут состоянии завтра управлять нашей страной они показали что самых трудных условиях они не опасаясь что у них отберут работу что будут их репрессировать что их семьи окажутся тяжелой ситуации пошли на борьбу с этим режимом я считаю долг нашего общества помочь и поддержать наших активистов правозащитные движения веритас объявила сбор и и поддержку гуманитарную поддержку этих наших активистов в субботу и воскресенье 14 до 17 часов в астане около памятника кенисары хана в алматы на арбате будут активисты и правозащитники собирать гуманитарную помощь денежные средства для оказания поддержки вот таких преследуемых уважаем друзья мы не должны оставлять наших активистов мы должны вливаться в их ряды мы должны быть уверены что завтра общество когда вы будете бороться против этого режима не оставит вас один на один с этой поганой системой поэтому я призываю вас сделать свой вклад поддержать наших активистов и сделать простые шаги объединиться выйти 31 октября на митинге действует совместно и мы в короткие сроки добьемся смены этого режима ну чем мы отличаемся от кыргызов мы также как они умеем работать думать добиваться успеха и нам кыргызы регулярно показывают как это надо делать неужели мы это не сможем сделать уважаем друзья сколько можно терпеть этот режим сколько можно находиться в такой трудной ситуации и просто терпеть у нас сейчас возможность шанс нам белорусы показывает что делать кыргызы показывает как можно действовать быстро у нас все есть гигантские ресурсы есть деньги в национальном фонде есть талантливые люди у нас все есть поэтому давайте действовать давайте объединиться и добьемся чтобы возмездие к этой правящей верхушке во главе су султаном азарбаевым пришло буквально немедленно мы можем мы можем и будем действовать алга казахстан